Друзья, добрый всем вечер воскресный. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если нас хорошо слышно. И мы можем начинать. Ага, отлично. Замечательно. С прошлого вебинара осталось очень много вопросов, плюс, к сожалению, немножко связь нас подвела, поэтому мы сегодня повторим тему прошлого вебинара, а именно это будет тема акций. Начнем, в принципе, с объяснения и растолкования этого инструмента как такового в целом. Разберем, что это такое, зачем его вообще создавали, придумали, как им пользоваться. И непосредственно перейдем к такому же более детальным ответам на вопросы, которые возникли с прошлого вебинара по поводу касательно SkyWay. Итак, Виктор, друзья, поставьте, пожалуйста, в чате единички, если у нас есть новички. Я что-то в последнее время не задаю такой вопрос. Может быть, вы впервые присутствуете на нашем вебинаре и даже не знакомы ни со мной, ни с моим коллегой. Какие-то непонятные люди что-то непонятное объясняют. Отлично. Владимир, благодарю. Добро пожаловать. Давайте в двух словах я тогда объясню, что из себя представляют наши встречи, чтобы у вас было об этом представление. Итак, у нас каждое воскресенье, если нет каких-то Виктора командировок, проходит воскресный вебинар в этой комнате 19.00 Москвы. Вебинары по финансовой грамотности, то есть что мы на них рассказываем и, собственно, кто о них рассказывает. Каждый вебинар мы разбираем какие-то вопросы из мира финансов. Мой коллега, вот как раз сидит рядом со мной, это Виктор Тарасов. Виктор является профессиональным трейдером. Уже 20 лет он торгует на бирже. Помимо этого, Виктор сотрудничает с очень крупными организациями различными финансовыми, с московской биржи, с различными брокерами. И в прошлом году в открытом чемпионате трейдеров, который называется «ЛЧИ», это конкурс, который проводит Московская биржа каждый год, Виктор занял второе место в номинации «Фондовый рынок» и сделал 491% за три месяца. И каждый вебинар рассказывает что-нибудь о каком-нибудь финансовом инструменте. То есть, смотрите, у нас идет цикл вебинаров, как раз прошли одна тема, точнее, два вебинара на тему облигаций. И если вот как раз под видео вы видите ссылку на группу, чуть попозже я еще продублирую ее в чате. То есть, можно посмотреть в записи, мы очень подробно разбирали, что это, как инструмент и как возможность инвестирования. Сегодняшняя наша встреча посвящается, как я уже говорила, акции. И первый вопрос, Виктор, на эту тему. Расскажи, пожалуйста, вообще, что это за инструмент такой акции в целом? С какой целью, в принципе, ну какой целью он служит? Вообще, зачем его, не знаю, придумали? Зачем он еще нужен? Еще раз, всем добрый вечер. По порядку, то есть, что такое акция? Акция, это у нас, соответственно, с вами долевая ценная бумага, которая дает право ее обладателю, акционеру, на получение дивидендов и на принятие решений по управлению, соответственно, компанией. Акции делятся, как правило, на обыкновенные и привилегированные. То есть, по опыту, привилегированные акции выпускаются на 25% уставного капитала, на 75% выпускается обыкновенная акция. А чем они отличаются? Чем они отличаются? На привилегированной акции устанавливается некий надежный коэффициент выплаты, порядка 10% от чистой прибыли компании. То есть, грубо говоря, если у компании есть прибыль, по привилегированным акциям она гарантирована, если, соответственно, прибыли нет, то, как говорится, никто получить ее не сможет. А по опыту, наверное, акциям дивиденд, как правило, меньше, чем по привилегированным, либо он может не выплачиваться, если компания не заработала и каким-то образом по-другому распределила свои финансовые ресурсы. Для чего, соответственно, выпускаются акции? Во-первых, если компания выпускает акции, она, соответственно, становится открытым акционерным обществом, либо, как сейчас часто называют, ПАО, то есть, публичным акционерным обществом. Компания приобретает всеобщую известность, то есть, на бирже, российскую, мировую, и в дальнейшем может работать уже с сильными сторонами. Очень, кстати, удобно, хорошо, то есть, если компания грамотно размещает свои акции, а это, так называемое, первичное размещение акций, IPO. Компания размещает свои акции на бирже, а чтобы разместить свои акции на бирже, компания должна соответствовать определенным требованиям, которые, соответственно, биржа стандартизированно предъявляет к любой компании. Если компания этим требованием удовлетворяет, значит, соответственно, компания хорошая, так скажем, для акционеров, и, соответственно, к ней имеет смысл присмотреться. Это первое составляющиеся. Второе. Через брокера, через андеррайтера, то есть, тот, кто помогает компании разместить свои акции на бирже, компания проводит, так называемое, робот-шоу, на котором она рассказывает, почему она должна быть интересна будущим акционерам, то есть, почему она должна быть инвестором, которые хотят стать акционерами компании. Соответственно, компания должна показать, что это действительно успешная компания, что она работает, развивается и, соответственно, планирует развиваться дальше. То есть, я такую некую основу, да, то есть, не те компании, которые там сто лет на бирже, то есть, те компании, которые выходят на бирже. Соответственно, они должны представить о себе как можно больше полезной информации и рассказать не только, соответственно, о ретроспективе, но и перспективе, соответственно, компании на ближайшее время. Совершенно логично, что к этому мероприятию компания готовится, и размещение на IPO должно проходить достаточно благоприятный для компании период. В идеале, чтобы еще благоприятный период был и в экономическом цикле мировой экономики. Или в отрасли, если там непосредственно какая-то отрасль идет. Компания, соответственно, проводит IPO, размещает свои акции. Ну и, соответственно, если эта компания хорошая, дальше идет достаточно открытая и честная работа с акционерами. То есть котировки компаний, как правило, ликвидны, поддерживается определенная ликвидность, которая, опять же, по требованиям биржи создается. Ну и при прочих равных стоимость компании не снижается, а в хорошем смысле должна даже подниматься. Конечно, это будет не линейный подъем, это, соответственно, будут и всплески, и коррекции, то есть движение вниз и вверх, то есть начинается такая нормальная биржевая уже игра. Но общий вектор, общее направление, общий тренд, соответственно, как правило, должны быть положительные. То есть тогда компания действительно оправдывает ожидания акционеров, соответственно, будущих инвесторов. Вот это правильное явление. То есть в дальнейшем, соответственно, компания может проводить СПО, то есть вторичное размещение и так далее. То есть много раз это повторяется. Для чего компания привлекает денежные средства? То есть компания привлекает денежные средства, либо для того, чтобы монетизировать, соответственно, долю уже имеющихся акционеров, которые тем или иным образом хотят из компании выйти, либо уменьшить свою долю. Но это такой не самый, наверное, лучший вариант, для чего это делается, а, наверное, более правильно – это для того, чтобы привлечь средства для дальнейшего развития компании, экспансии рынка и так далее. То есть денежные средства, которые привлекаются к компании, они являются бессрочными. То есть те денежные средства, которые на IPO получает компания, компании не обязаны эти денежные средства в обозревом будущем возвращать акционеров. То есть это основная разница с облигацией? Конечно, конечно, потому что облигации имеют срок, процентность, платность, возвратность, то есть все эти характеристики. Здесь, соответственно, такого параметра не существует. То есть инвестор, покупая акции компании, становится акционером данной компании и в дальнейшем рассчитывает на рост классовой стоимости, совершенно логично, то есть на возможность некого управления компанией, спорный вопрос, но все-таки это возможность существует, и на получение определенной прибыли, то есть дивидендов и так далее. Ну и, в принципе, при хорошей работе компании, почему бы не рассчитывать на байбэк, то есть обратный выкуп компании и своей же акции с рынка. То есть есть очень много способов честного и взаимовыгодного взаимодействия между компанией, соответственно, в лице совета директоров и, соответственно, акционерной компании. Виктор, а вот когда компания выходит непосредственно на IPO, да, то есть понятно, вот она проходит все необходимые процедуры, и вот в момент выхода каким образом определяется та стоимость, ну, то есть стоимость ее акций, то есть вот неважно какая компания, то сейчас в целом, да, понимание было, от чего зависит стоимость акций компании при выходе на IPO? Ну, знаете, здесь дается, как правило, независимая оценка, желательно несколькими оценщиками, которые производят, соответственно, компании, да, и чем, соответственно, ну, это есть организации, которые специально занимаются именно оценкой компании, которые могут отдавать, ну, наиболее адекватную, как бы, стоимость компании. То есть понятно, что если компания не торгуется на бирже, у нее нет объективной стоимости, да, то есть дается некая оценка этой компании по балансовой стоимости, по перспективам развития, да, то есть, ну, если, скажем так, по ожиданию даже дальнейшего успешного функционирования самой компании. Вот, это, естественно, субъективно, и, как правило, задается некая вилка, то есть цен, которые могут быть. Вот недавно произошло размещение акций компании АСКО, то есть в России разместилась компания АСКО, коридор был задан от рубль 80 до 2.80. А кто задавал этот коридор? Вот провели оценку, соответственно, да, то есть, и, вот, как вы видите, эта оценка не с точностью до одной копейки задавалась, да, то есть на основе различных оценок общего приведенного мнения, да, то есть общей знаменателя пришли к выводу, что размещение может произойти от 1.80 до 2.80. И только рынок может объективно оценить, какая цена, соответственно, будет, да. Пошли, соответственно, заявки на приобретение акций на IPO, да, и вот средняя всех этих заявок свелась к уровню 2.50. То есть еще раз, была от рубль 80 до... То есть компания была готова разместить свои акции на бирже в период IPO, да, с цены между рубль 80 до 2.80. То есть пессимистичный сценарий рассматривал размещение их по цене рубль 80, сверхопрессимистичный по цене 2.80. Но, соответственно, акционеры, инвесторы и потенциальные будущие акционеры, соответственно, сами говорили свои предпочтения, голосуя деньгами. То есть они выставляли ту или иную котировку, а средняя всех ожиданий свелась к уровню 2.50. То есть по уровню 2.50 прошло размещение на IPO. То есть это та цена, которую уже достаточно объективно оценил сам рынок. То есть под рынком ты имеешь в виду непосредственно участников рынка. Да, да. То есть, понимаете, тот, кто покупает, он, соответственно, голосует за ту или иную стоимость. То есть, как вы понимаете, если кто-то хочет, чтобы компания стоила 20 рублей, а в нее готова платить только 2 рубля, то компания стоит именно 2 рубля, а не 20. Ну, естественно, наоборот. Да, да, да. То есть здесь нужна реальная сделка, которая подтверждается. То есть если, еще раз говорю, произойдет оценка компании 20, а за нее готова платить 2 рубля, то это не 20, это субъективная цена, которая никого не устраивает. В данном случае рынок наиболее адекватно проголосовал за цену 2.50. А вот дальнейшее изменение стоимости на бирже, это, соответственно, уже процесс взаимодействия с акционерами, работы самой компании, ожиданий, ну и так далее. В конце концов, даже определенного, в хорошем смысле слова, управления этим процессом. Виктор, а вот очень интересно, следующая тема. Сейчас есть различные, скажем так, предложения на рынке, да, когда людям предлагается инвестировать в акции. То есть есть уже акции, которые торгуются на бирже, давно торгуются, да, вот, и людям предлагается именно инвестирование в те или иные компании. Вот скажи, пожалуйста, есть ли некие, каким образом это обосновывается, да, то есть показывает предыдущие лет сайт, неважно, там 10, 15, 20 лет, вот, и показывает, соответственно, что эти акции росли. Вот в текущий момент, вот, ты бы инвестировал на долгий период в те акции, которые уже продаются? Ну, знаете, я являюсь профессиональным трейдером, поэтому у меня процесс долгосрочного инвестирования немножко, как бы, так, чуждое понятие, да. То есть я считаю, да, я считаю так, что акции, которые торгуются достаточно долгое время уже на бирже, они достаточно хорошо подчиняются правилам технического анализа, да, и там самое главное грамотно оценивать экономические циклы, грамотно оценивать технические паттерны, конструкции, ну, и все, что связано непосредственно с торговлей. Если, соответственно, мы видим идеи для покупок, мы, соответственно, покупаем. Если мы видим идеи для продаж, мы, соответственно, продаем. То есть прямой процесс инвестирования в акции, я считаю, наиболее обоснован только после серьезных или очень серьезных кризисов. Тогда, соответственно, действительно происходят глобальные изменения, то есть сильная паника и так далее, и котировки действительно стоят достаточно дешево, можно покупать. В обычной ситуации, когда, скажем так, ситуация неплохая, я не вижу смысла в долгосрочном инвестировании. Для меня это достаточно период краткосрочной, либо среднесрочной торговли. Но это опять же надо понимать. Разбираться, конечно, разбираться в рынке, понимать почему. Многие компании дают так называемый инвестиционный ресерч, на котором, соответственно, рассказывают перспективы той или иной компании на ближайший год, полгода и так далее. Ну, соответственно, есть очень много клиентов, кто ориентируется на данную информацию. Почему бы нет? Непосредственно как трейдеры я ориентируюсь на технический анализ, ни в коем случае не избегая понимания общей экономической ситуации, это совершенно нормальное явление, но больше ориентируюсь, естественно, на технико-психологический анализ. То есть те компании, которые торгуются на бирже, их можно либо самостоятельно торговать, спекулировать на краткосрочный, либо среднесрочный срок, либо, соответственно, прислушиваться к брокерам, которые дают те или иные рекомендации на определенный период, где-то полгода-год, по той или иной акции. Ну, опять же, ответственность несете в себя только в этот момент тоже. Когда сами торгуете, когда, соответственно, прислушаетесь к чему-либо мнению. То есть я ни в коем случае не хочу сказать, что чье-либо мнение – это плохое мнение, да, но поймите правильно, а ни один человек не может гарантировать вам, что то или иное событие произойдет там со 100% вероятностью. Если бы он это мог, он, соответственно, был бы, скорее всего, президентом мира. Хорошо, Виктор, благодарю. То есть если сравнить, допустим, те же самые риски, сейчас берем вот уже торговлю непосредственно, да, инвестирование, между облигациями и акциями, какой из этих вариантов, получается, несет в себе меньше риски? Ну, знаете, давайте сделаем так. Если вы торгуете надежными, понятными компаниями, то однозначно риск при покупке акций всегда выше, чем при покупке облигаций. Почему? Потому что волатильность, изменение стоимости акций и реакция на любые экономические и политические события у акций всегда сильнее. Почему? По акциям нету срока выплаты возврата денежных средств, поэтому это, по большому счету, профессиональные игры, биржевые игры. Поэтому при плохих ситуациях котировки могут сильно падать, при хороших достаточно сильно расти. То есть заработать на акциях возможно только в том случае, если, например, ты купил, и, соответственно, цена выросла. Да, да, или отшортил, и котировки упали. То есть по направлению игры. Которым ты стоишь. Да, да, то есть если играешь вверх, нужен рост, соответственно, котировок, если играешь на понижение, нужно, соответственно, понижение. Ну, а кто торгует опционами, там, соответственно, либо снижение, либо повышение волатильности. А с облигациями ситуация другая. По большому счету это банковский депозит, да, то есть у него есть срок, возвратность, платность, ну, понятные величины. Поэтому при прочих равных, если вы торгуете акциями и облигациями понятных, надежных и хороших компаний, риск на акциях намного выше, чем на облигациях. Или, можно так сказать, на облигациях риск крайне незначительный. Но на нашем рынке бывают такие компании, которые по тем или иным причинам превращаются в очень ненадежных, скажем так, заемщиков, да, а то и банкрот. Вот там риск, соответственно, что покупки облигаций, что покупки акции, к сожалению, по сути, одинаковый. Очень большой, очень велик. Ну, в принципе, на вебинаре, как раз в предыдущем, про облигации, ты рассказывал про дефолтную бумагу. Да, 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 да. То есть, а изначально тоже, как бы, представляется, ситуация достаточно хорошая, но потом по факту оказывается, что это совершенно не так. На рынке тоже очень много облигаций, которые находятся на грани дефолта. Но это еще, говорят, эти компании, которые ни у кого на слуху сильные не были. Поэтому, когда торгуете облигациями, пожалуйста, торгуйте понятными званиями, да, то есть, желательно, там, не знаю, десятилетней истории. Не надо покупать компании, которые вы слышали два раза. То есть, человек очень любит покупать новые названия, что он покупает какое-то новое прогрессивное, там, модное название. На самом деле, он берет на себя достаточно большой риск. То есть, а если непосредственно рассматривать трейдинг, инвестирование в уже торгующиеся на бирже акции, то лучше ждать момента кризиса. Да, ждать сильных кризисов, потом хотите эти акции купить, это желание от себя гнать, 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 и когда, соответственно, котировки упадут значительно больше, чем вы хотели их купить, еще разочек отменить ваше желание купить, еще раз подождать, и когда цена станет совершенно бесплатной, еще разочек подождать, и когда она станет в два раза бесплатнее, чем хотелось, вот тогда и покупать. То есть надо покупать в тот момент, когда желание покупать отпадает. Хорошо, Виктор, благодарю. Облигации, по сути, можно покупать всегда. То есть здесь проблем совершенно не существует. Если вы видите, что компания достаточно нормальная, у вас есть свободные денежные средства, вас доходность по облигациям устраивает, всегда можете, знаете, так равными долями каждый месяц инвестировать. Если вы не спекулянт в профессионале. Если вы профессионал не спекулянт, конечно, вы будете подбирать определенные тренды, колебания и так далее. Опять же, не забывайте, в обычной ситуации есть взаимосвязь с изменением курса валюты. То есть чем хуже для валюты, тем, соответственно, лучше для облигаций и наоборот. Ну, это такие подсказки дополнительные. Хотя, я думаю, большинство инвесторов не сильно будут обращать внимание на какие-то параметры, главное, надежность. А вот уже профессиональные спекулянты, они, соответственно, будут обращать внимание на любые колебания котировок. Вопрос следующий, Виктор. Мы с тобой, как и, в принципе, очень многие участники нашего вебинара, являются инвесторами Skyway. Вот расскажи, пожалуйста, разницу в инвестировании в уже торгующиеся акции, например, как акции того же Сбербанка, Газпрома, каких-то европейских, например, компаний. То есть те акции, которые уже торгуются на бирже. От того варианта инвестирования, который непосредственно есть в Skyway. Ну, смотрите, все достаточно просто. Опять же, могу привести на примере АСКО. То есть новая компания, достаточно грамотное руководство, понимание ситуации и так далее. То есть выходит, соответственно, на IPO, размещается ближе к верхней границе, и после этого котировки вырастают еще пять раз. Да, слишком быстрый период прошел, как бы, туда-сюда. То есть понятно, что в рамках Skyway это все будет значительно серьезней и глобальней, да? Но идея та же самая. Когда вы вкладываетесь в компании, которые еще не торгуют на бирже, в случае заслуженного, скажем так, успеха, да, то есть котировки имеют явно более приятный тренд, растущий для, соответственно, уже существующих акционеров компании. То есть вкладываясь в новые компании, правильно определяя направление, вы заработаете значительно больше, чем, соответственно, покупая акции, которые давно уже торгуются на бирже. Акции, которые торгуются давно на бирже, это, по сути, игра между кризисами, да? То есть после кризиса выгодная покупка, а перед кризисом невыгодная покупка, да? А покупая, соответственно, акции компаний, которые еще на бирже не торгуются, да, то есть вы имеете возможность забрать на себя достаточно большой потенциал роста, если компания будет соответствовать тем ожиданиям, которые хочет рынок, так сказать. Если компания не проявит эти ожидания, ну, соответственно, вы можете быть разочарованы. Но я уверяю, разочарование будет такое же самое, как по обычным акциям, поэтому принципиально разницы нет. Виктор, и раскрою, пожалуйста, такой момент очень важный, что вот когда мы вообще, в принципе, начинаем знакомиться с темой инвестирования, есть ли некие, скажем так, предпочтительные проценты от дохода, которые бы... не превышать, инвестируя вот в подобные направления, которые являются, в принципе, ну, более, наверное, рискованными, нежели облигацией. Смотрите, если рассматривать долю венчурных инвестиций, то есть инвестиций с повышенным риском, важной составляющей является, наверное, ваш возраст. То есть чем ваш возраст больше, тем, наверное, соответственно, доля рисковых активов будет меньше. Чем, соответственно, ваш возраст младше, тем, соответственно, доля рисковых активов должна быть больше. Это просто совершенно логично с точки зрения жизненного цикла. Что получается? Получается, что, наверное, молодые инвесторы, имея относительно меньшее средство, чем у более пожилых, у как бы человек за жизнь намного больше. Но мы здесь даже не сколько доход считаем, сколько какие-то имеющиеся капиталы, правильно? Да, да. То есть в более молодом возрасте, соответственно, можно инвестировать в рисковую часть процентов, наверное, до 70-75% вашего капитала, потому что задача максимально его увеличить, чтобы потом более стабильно уже поддерживать. А если ваш возраст ближе к пенсионному, вы более консервативно относитесь ко всем моментам и большую часть уже держите в более надежных инструментах, а количество денежных средств в процентах от вашего состояния капитала вы уже вкладываете в рискованные активы. Ну, наверное, процентов 20-25 это вполне достаточно. Плюс в этом возрасте уже, наверное, не надо делать диверсификацию на 20 компаний, особого смысла этого нет. Наверное, лучше подбирать экономически обоснованные составляющие, параметры для компаний, ну и, соответственно, вкладываться в одну, две, три компаний. Диверсификация в пожилом возрасте, наверное, уже не так нужна. Здесь, в данном случае, вы должны определить безрисковую часть, где вы вкладываете явно большую часть ваших денежных средств, да, и интересные, скажем так, звездочки, на которых хотелось бы что-то, не знаю, заработать. Хорошо, Виктор. Вот после последнего вебинара, да, в том числе, и вообще в процессе проведения наших вебинаров, у многих участников возникли следующие вопросы, когда ты рассказываешь про SkyWay, ты употребляешь слово доли, вот, большинству привычнее слышать слово акции, вот расшифруй, пожалуйста, почему ты называешь их долями, в чем разница, вот, ну, между этими двумя финансовыми терминами. Хорошо, то есть, когда, соответственно, уже будет подсчитана материальная составляющая проекта, когда, соответственно, активы выйдут на биржу, да, то есть я смело буду называть это уже акцией, да. Пока, соответственно, материальная составляющая не обозначена, да, пока, соответственно, процесс полного перечня акционеров, будущих акционеров неизвестен, поэтому, соответственно, пока называю долями. Вот, ну, я думаю, соответственно, когда мы дойдем до процесса подготовки к IPO и выхода на биржу, соответственно, смело доли можно будет называть акциями, да, то есть, и то, что на текущий момент обозначено, обещается, я думаю, должно быть выполнено. То есть никто из владельцев долей с точки зрения дохода акции или доли не потеряет. То есть если обозначено какое-то количество долей, и оно будет конвертироваться в определенное количество акций, так оно и будет. Акции может быть меньше, соответственно номинал акции и доходность будет больше. Если акции будет больше, номинал будет меньше. и, соответственно, суммарно мы придем к тому же самому. Финансовый итог останется одним из них. Да, финансовый итог останется тот же самый. То есть иначе здесь можно, конечно, в детальной подробности войти, но я думаю, большинство это не может быть. Нам всем нужно одно, а нам нужно, чтобы компания развелась успешно и выполняла те обещания, которые, соответственно, всем нам нужны. Мы ему со своей стороны делаем уже то, что необходимо делать от инвесторов. Можно конвертировать тысячу долей в одну акцию, ее перевести по другим параметрам, а в итоге денежная составляющая окажется даже больше, чем если бы человек владел тысячей акции. Поэтому в данном случае совершенно не нужно беспокоиться. Здесь нужно только хотеть, чтобы развитие компании шло, как, соответственно, это нам обещается. То есть если говорить в общепринятых финансовых терминах, то акции – это та бумага, которая торгуется на бирже. Я правильно понимаю? Да, материализованный актив, который, соответственно, имеет уже общий рынок и инвестиционный признан на некой бирже. Вот. Ну да, все, да. Я вот этот момент хотела уточнить. Так, я правильно… Вот вопрос от Ольги. Я правильно понимаю, что одна доля – это будет одна акция? Ну, правильно, вы это понимаете. Но, знаете, тут есть очень много нюансов, которые совершенно никак не повлияют на ваше благосостояние, но с технической точки зрения могут развиваться по-разному. Поэтому, чтобы не вводить никого в заблуждение и тем более не путать, я, соответственно, скажу так. А вы понимаете правильно. Я сейчас… Знаете, как, допустим, юристу задают вопрос, да, то есть… Нет, нет, давайте врачу, да, то есть, доктор, я буду жив, да? То есть, тут, видите, тут надо так сказать. Ты будешь жив, потому что, если сказать, нюансы, уточнения, да, то есть, ну, возникнут совершенно ненужные как бы волнения. Главное знать ключевой итог, да? Ты будешь жив? Да, ты будешь жив. А каким образом это будет достигнуть, это тоже будет так. Ну, то есть, финансовый итог, он будет одним и тем. Да, такой же самый, который, соответственно, был озвучен. Ну, так как мы к нему придем, это уже третично, скажем так, вопрос. И не нужно, скажем так, многим даже знать, как это будет происходить. Кроме семи профессионалов, которые это будут организовать. Так, у меня вот такое складывается ощущение, что все равно поняли нас. Смотрите, друзья, то, что Виктор называет долями, вы называете акциями. Давайте вот мы как бы подытожим вот данный вопрос, потому что... Акция – это фиксированное количество, которое будет при естре уже прописано. Мы его знаем. Здесь пока такого, соответственно, мы не имеем в итоге. То есть, понимаете, пока по факту не буду иметь некие параметры, я, соответственно, имею нюансы говорить... Ну, как финансовые эксперты, да, я понимаю, конечно. В итоге мы сведем к тому же самому, да, то есть, ну, пока этого нет, и я, соответственно, буду говорить о таких аптекальных моментах. Сейчас, секундочку, по чату по поводу последних вопросов. Какие акции попелегированы или нет? Смотрите, друзья, все, кто еще не знаком с таким документом, я сейчас озвучу. Пожалуйста, большая как бы и просьба, и это действительно очень важно. В кабинетах у каждого инвестора есть такой потрясающий документ, который называется инвестиционный меморандум. Там очень подробно расписана, во-первых, как эта схема выглядит юридически, чтобы вы, ну, скажем так, у вас общая картинка, да, сложилась. Вот. И очень, соответственно, подробно расписана по поводу привилегированных и непривилегированных акций. Просто если я отвечу привилегированных, там есть как бы, ну, почитайте. На самом деле, очень много для себя откроется полезного и важного, но и, в принципе, так как все мы являемся инвесторами, нужно знакомиться с такими документами. Так, какова будет цена акции в начале на внутренней бирже? На какой внутренней бирже? Вам вопрос. Ну, пока отвечайте. И, в принципе, у кого... У кого есть вопросы, да, сразу можете их печатать в чате. Мы, соответственно... Хорошо, Татьяна, привилегированные. Если одним ответом... Ответ такой. Который собирается открыть по словам Сибирькова и других. Смотрите, то, что сейчас делает Сергей Анатольевич, связано с очень такой новой, но набирающей и популярностью, и довольно интересной темой в плане блокчейна и всего остального. Сибирькова – это немножечко отдельная тема, она не относится напрямую к акциям и всего остального. Поэтому, ну, как бы, наверное, будет более правильно уточнить у него. А мы, я думаю, где-то через 2-3 встречи отдельно проведем вебинар по поводу криптовалюты. Кстати, да, Виктор, расскажи, пожалуйста, в двух словах, если можно, вот в процессе, в котором ты сейчас принимаешь участие по поводу ICO. Да, сейчас, как бы, идет некий интересный процесс подготовки продуктов, да, то есть связанный с новыми криптовалютами, главное, обеспеченный реальными материальными активами, да, то есть этот проект будет достаточно активно, в том числе и мною, развиваться, и я думаю, в следующем году я смогу и на примерах финансовой грамотности, да, то есть и уже в конкретных инвестициях предложить что-то интересное. То есть, грубо говоря, мне иногда спрашивают, а куда можно вложить денежные средства еще выгодно, в рамках диверсификации, долей и прочих моментов, да, то есть сейчас я практически свожу к тому, что если вы венчур выбираете, то на текущий момент SkyWay, наверное, является наиболее адекватным, да, вот через какое-то время я смогу обозначить еще несколько направлений небольшого инвестирования, то есть понятно, что в рамках SkyWay это будут основные суммы и должны быть основные суммы, да, но какие-то дополнительные моменты я обозначу. Что это даст? Это даст более продуманную стратегию диверсификации, да, и избавит вас от многих ненужных и заведомо убыточных вложений в непонятные проекты. Ну вот если бы, да, вот по поводу ICO тоже можешь в двух словах рассказать вообще вот то, что вы сейчас делаете? Вообще что это за процесс? Нет, пока нет. Я не готов пока это сделать, пока у меня нет сверх четкого понимания, что я могу объяснить. Так, речь не о криптополитах, а механизм вторичный продолжается в личных кабинетах, да, строите внутренние биржи в личных кабинетах. Друзья, вот, да, лучше этот вопрос задать Сергею Анатольевичу. Да, то есть тут очень все просто, то есть если, соответственно, озвучено, что будет внутренняя биржа, соответственно, можно также спросить и какая цена будет. То есть я думаю, вполне понятно, ну, здесь объяснят. То есть мне тоже будет очень интересно знать. Сейчас, секундочку, тут еще у нас несколько вопросов поступило в ВКонтакте. А, да, вот Виктор, тоже вопрос такой интересный. Вот очень часто мне, по крайней мере, периодически звонят, и вот в ВКонтакте, да, в сообщениях тоже нам пишут, ну, скажем так, прокомментируют. Вот очень часто звонят, естественно, по телефону, вот, различные организации, по-разному называются там трейд, не трейд, ну, в общем, что-то трейд, что-то финансовое, вот, и предлагают инвестировать деньги под что-то очень приятное, в акционы, в акции, вот, в торговле акциями, что будут даны какие-то рекомендации, и вы будете, скажем так, счастливы и богаты. Вот прокомментируй, пожалуйста, вот данную ситуацию, потому что, в принципе, суть данных компаний, как бы, к одному сводится. Да, все очень достаточно просто. Смотрите, есть классический брокер, да, то есть, который зарегистрирован на сайте Московской биржи, то есть, в рамках перешня, скажем так, Центрального банка, да, ну, я сам их основных просто назову, да, то есть, это открытие БКС, Финам, Сбербанк, ВТБ. Вот, если от этих компаний вам звонят люди, значит, вас приглашают на открытие брокерского счета, возможно, на открытие ИИС, индивидуально инвестиционного счета, да, здесь ничего абсолютно плохого нет, это нормальный инвестиционный процесс, который идет у нас в стране и, наверное, во всем мире. Это совершенно нормальное явление, да, то есть, вас приглашают в нормальную, адекватную компанию, где вам предлагают открыть брокерский счет, ну, и, соответственно, возможно, воспользоваться теми или иными услугами. То есть, пользоваться этими услугами или нет, решайте самостоятельно. Если вам звонят различные компании с непонятными названиями и не являющиеся теми, которые я перечислил, самое простое, просто ложите трубку и все. Спасибо, Виктор. Так, друзья, еще, пожалуйста, вопросы в чате по поводу, в принципе, вот темы акций, по поводу различных тех же самых компаний. Я думаю, что на следующем вебинаре, Виктор, мы прямо в квике, чтобы продемонстрировали, как вот моменты, например, когда компания различный выходит на, вот, на IPO, да, и, соответственно, на рынок, то есть, в примерах показать, как это выглядит, и, соответственно, в принципе... Как меняется стоимость. Да, как меняется стоимость акций, как технически иметь возможность участвовать в этом процессе, мы как раз полностью по программе КВИК посвятим следующее занятие. В примерах, в различных, покажем, что такое, вот, как раз, ликвидные акции, неликвидные акции, чтобы понимание было. То есть самое главное, что нужно понимать с акциями, что это, соответственно, доля в компании, да, и когда вы, соответственно, покупаете или продаете акции, вы, соответственно, покупаете потенциал развития самой компании, да, умноженный на экономический цикл в мире. Если, соответственно, потенциал компании есть и идет экономический подъем в мире, да, вы, соответственно, получаете природ стоимости акции. Если, соответственно, идет экономический кризис, либо, соответственно, компания что-то не так идет, вы, соответственно, получаете отрицательную приоценку стоимости. Ну, а самое лучшее – это акциями, которые есть на бирже, спекулировать в краткосрочной либо среднесрочной перспективе, грамотно используя фундаментальный и особенно технический анализ. Ну, если умеете. Да, если умеете, конечно. Ну, или хритерному научиться. А в рамках, соответственно, венчурного инвестирования подбирать те компании, которые в будущем, желательно в ближайшем будущем, могут выйти на IPO и торговаться на бирже. То есть любая компания, которая грамотно построит свою деятельность и выйдет на биржу, и, естественно, в цене значительно увеличится. То есть разница между вашей покупкой доли в компании и стоимостью акций на бирже будет очень вас радовать. Виктор, и вот повтори, пожалуйста, разницу еще раз между обыкновенными акциями и привилегированными. По привилегированным, как правило, гарантированно выплачивается 10% от прибыли самой, соответственно, компании. Эти параметры могут быть изменены руководством компании. Если у компании есть прибыль, по привилегированным акциям она гарантированно выплачивается. По обыкновенным акциям либо прибыль, дивиденд ниже, чем по привилегированным, либо, соответственно, может вообще не выплачиваться. Если же по привилегированным акциям в течение двух лет не выплачивается дивиденд, ну, скажем так, отсутствие прибыли и так далее, они становятся голосующими. То есть приобретают всю силу обыкновенными. То есть они остаются привилегированными, но права уже будут как по обыкновенному. А с точки зрения владения привилегированными или обыкновенными акциями, я вам сразу хочу сказать, у многих компаний обыкновенные акции значительно интереснее привилегированных. То есть само слово «привилегированное» кажется, что это лучше, привилегия. По факту торговли на бирже ничего особенного с точки зрения привилегированных акций не существует. Так, друзья, пожалуйста, еще вопросы, если есть, и тогда на сегодня мы будем постепенно вебинар завершать. Да, и давайте по вопросам. То есть, пожалуйста, задавайте вопросы, желательно более узконаправленные, на которые можно ответить либо одним словом, либо с очень коротким комментарием. Так, если вопросов нет, оставьте, пожалуйста, плюсики. Поставьте, пожалуйста, плюсики. И я сейчас брошу в чате у нас. Да, друзья, еще что хотелось бы отметить. Сейчас я в чате сажу ссылку на нашу группу ВКонтакте. В принципе, видите, и ниже этого видео. Вот, но если... Так, вот сейчас я скинула. В этой группе вы можете нажать на ссылку, там есть кнопочка «Вступите в группу». В этой группе мы выкладываем... Да, вы пишите пока. Мы выкладываем записи всех вебинаров. Соответственно, если вы не по какой-либо присутствует, вы сможете все посмотреть в записи. То есть сейчас у нас вот следующее занятие будет также акции. Мы посмотрим непосредственно, как это выглядит все на рынке, да, вот, на реальном рынке. Вот. И потом у нас дальше пойдет тема по порядку валюта, опционные, структурные продукты, пифы, недвижимость, криптовалюта. В общем, все это мы с вами постепенно разберем, будем отвечать на вопросы и более подробно ознакомиться с данными направлениями. Помимо этого, в этой группе есть контакты мои. Вот. Вы можете свои вопросы скидывать мне в личку. Я не обещаю, что я всем вам буду отвечать лично, но из этих вопросов мы будем составлять некий список для того, чтобы вот так же на вебинаре отвечать на эти вопросы. То есть пишите, не стесняйтесь, возможно, как бы ваш вопрос будет очень полезен для кого-то другого. Вот. Единственная просьба, максимально его раскрывайте, вот, чтобы мы уже дали такой полный, максимально полезный для вас ответ. Так, в каком году примерно выход на IPO? Виктор, перед тем, как отвечать, я попрошу тебе рассказать, в принципе, от чего зависит дата, да, выхода на IPO. И, соответственно, твое видение, вот, когда ты ждешь, ну, не то, что ждешь, когда ты видишь, это возможно. Давай так, при выполнении всех условий, которые, соответственно, сейчас обозначает компания, будет логично следующее. Первое – это закрытие, соответственно, корневой. Да? А после закрытия корневой и сертификации, да, соответственно, реализация адресных проектов. Реализация адресных проектов, первый год финансовой отчетности, хотелось бы, конечно, и второй год финансовой отчетности, но тут уже вопрос, как компания, соответственно, будет идти, потому что я считаю, что в 20-21 году, в любом случае, IPO, при реализации всего, что сейчас обозначено, выходить, конечно, нужно. Хорошо. Так, какой документ основной от вводения акций и долей? Самое главное, Александр, чтобы вы были внесены в реестр акционеров. Вот, у вас в кабинете, если вы говорите про Skyway, у вас в кабинете есть как раз такая кнопочка, после того, как вы оформите уже все необходимые договора, подпишите и все сделаете, вот, появляется эта кнопочка, ну, то есть, выписка из реестра. То есть, самое главное, чтобы вы были в реестре акционеров. В принципе, как и, наверное, в любой компании, да? Конечно. Да. Просто, если брать биржу, то это ведется в автоматическом режиме, вот. То есть, брокерский счет, все, что вы покупаете на брокерский счет, автоматически уже все есть. Да, это есть. То есть, в данном случае, ну, ведение ведет по другому варианту. Отдельный реестр обижать. Так, Григорий Михайлович, вы в Челябинске. Григорий Михайлович, вы сами, наверное, ответите на этот вопрос. Василий, не в Скайп, а именно вот в сообщении ВКонтакте. Вот, просто Скайп я могу не прочитать. Так, давайте тогда еще, пожалуйста, ваши вопросы, либо плюсики, что вопросов нет. И в этом случае на сегодняшний день мы будем завершать наш вебинар. Вот, пишите ваши вопросы, как я уже сказала, либо вот в группе напрямую, либо можете мне в личку писать в ВКонтакте по теме, в принципе, по теме акций как таковых. Какие-то варианты инвестирования, но вот не каких-то компаний, потому что, ну, честно, в основном все, что спитывается, это выглядит, знаете, как, что есть некие проекты, которые обещают очень много, и человек хочет получить подтверждение, что, как бы, действительно этот проект выполнят условия, и в основном получается, что это не совсем так. Поэтому, ну, проекты вы можете, конечно, тоже скидывать, но именно по направлениям, что вам интересно, в той же валюте, в тех же криптовалютах, в тех же акциях. Так, ну, я смотрю, вопросов у нас на сегодня больше нет. Тогда, друзья, наверное, мы на сегодняшний день будем завершать наш вебинар. Виктор, расскажи, пожалуйста, знаешь, какой вопрос? Сейчас, секундочку, друзья. Раскрой, пожалуйста, такое вообще понятие, как вот венчурные инвестиции. Вообще, в чем они заключаются? Все очень просто. Вы вкладываете в проект, который имеет повышенный риск. Риск этот может быть связан с инновационностью проекта, то есть навизной его. И риск может быть связан с банальным обманом. Если вы вкладываетесь в венчурный проект, связанный с банальным обманом, результат его однозначно известен, потеря денежности. Если вы вкладываетесь в инновационный проект, то повышенный риск зависит от реализуемости на практике самого проекта. То есть, если проект физически реализуем, дальше его финансовая составляющая грамотно отрабатывается, и вы, соответственно, получаете достаточно хороший доход. Если что-то идет не так, соответственно, процесс может просто затянуться. Если кардинально не так, то, соответственно, тоже идет потеря средств. Повышенный риск, еще раз говорю, должен быть связан с экономической обоснованностью того, что, соответственно, происходит. То есть, если вам говорят, что денежные средства будут заработаны потому, что и ничего не говорится конкретного и понятного, главное, адекватного, то, соответственно, с этими проектами никогда в жизни связываться нельзя. Если достаточно подробно, медленно и грамотно объясняется, почему данный проект должен принести прибыль, то какие проекты с большей вероятностью срабатывают. Венчурный – это, соответственно, повышенный риск, вопрос, с чем этот риск связан – с глупостью либо новизной. С глупостью вы без денег, с новизной аж на получение дохода значительно больше. Но, опять же, получается, в тот момент, когда проект, который связан с инновационностью, реализуется, он же перестает быть инновационным, правильно? Да, он уже реализовался, и те, кто, соответственно, в него вкладывался, уже получают повышенный доход, потому что они уже продают свои доли как акции на бирже. То есть идет реализация потенциала. Я ни в коем случае не говорю, что дальнейший невозможен рост. Естественно, рост возможно, это все нормально, но кардинальная плата, премия за риск уже будет реализована. То есть больше всех к этому моменту заработают те, кто грамотно увидел этот проект в его зарождении и развитии, и, соответственно, этому заработал. То есть если вы, соответственно, покупаете акции на бирже, то тот, кто владел этими акциями до биржи, уже очень хорошо заработал денег. Поэтому на бирже, еще говорю, я рекомендую спекулировать о краткосрочных и среднесрочных движениях, а не инвестировать. А инвестировать, соответственно, вот как раз в такие адекватные проекты. При условии, что все будет реализовано так, как мы сейчас на момент озвучим. Все, друзья, вот, в принципе, я полагаю, Александр, мы дали критерии, ну, по крайней мере, Виктор их озвучил, вот, и, соответственно, ну, вот, проект, про которого спрашиваете, вы уже оцените его по этим критериям. Так, и давайте еще раз тогда плюсики, что вопросов нет, и на сегодняшний день... А кто тогда? Что кто тогда? Там переписка по поводу... Ну, ладно, все хорошо. Друзья, еще раз, пожалуйста, плюсики, что вопросов нет, на сегодня тогда мы с вами будем завершать нашу встречу. Да, у меня будет интересная информация по различным проектам, в том числе и связанным с криптовалютой, я, естественно, их озвучу. То есть ни в коем случае молчать не буду, почему? Потому что если я буду грамотно озвучить проект, который принесет доход, как мне, так, соответственно, и тем людям, которым я его озвучу, это будет, ну, только однозначный плюс. Вот, на сегодняшний день будем завершать, увидимся ровно через неделю в это же время, ну, то есть в 19.00 Москвы, в этой же комнате. Запись вебинара будет выложена в группе, ссылку, которую вы видите ниже, и давайте я еще скину в чат. Вот, и, соответственно, там же можете написать мне свои вопросы по поводу, в принципе, ну, в основном, так как у нас все-таки участники, это инвесторы Skyway, пишите свои вопросы, вот, в более развернутом виде, хотелось бы понять, что вас волнует, да, что вам непонятно. Единственная большая просьба, то те ответы, которые вы можете найти, вот, ну, находите, да, да. А что вам действительно непонятно, вот, мы с радостью ответим на ваши вопросы. Там где-то возможно. Да. Еще раз всех благодарим за внимание, удачной вам недели, у нас начинается новая неделя, по традиции, пусть она у вас будет солнечной, пусть у вас будет прекрасное настроение, пусть удача улыбается в ваших делах. Да, встречи у нас будут постоянными и полезными для вас. Все, друзья, всем всего доброго, до свидания, увидимся ровно через неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»